РФ заняла 12 место среди европейских стран по доступности электроэнергии РФ заняла 12 место среди европейских стран по доступности электроэнергии Полночь 26 РИА Новости, Михаил Воскресенский, энергетические объекты РИА Новости, Михаил Воскресенский Энергетические объекты Архивное фото Москва, 24 июня РИА Новости Россия занимает 12 место среди европейских стран по доступности электроэнергии в первой половине 2019 года, следует из рейтинга РИА Новости. Россияне могут приобрести на среднюю зарплату около 12 тысяч киловатт-часов в месяц. Это больше, чем могут позволить себе немцы и украинцы, но меньше, чем финные казахстанцы. Первое место в рейтинге занял Лихтенштейн, чьи жители могут воспользоваться более чем 31 тысячи киловатт-часов в месяц. Эксперты объясняют этот показатель высокими зарплатами граждан и при этом более низкими тарифами на электроэнергию, чем во многих экономически развитых странах. 20 июня, 3.52. Эксперт оценил потенциал проектов по снижению потребления электроэнергии. Последнее место по доступности электроэнергии занимает Молдавия. Граждане этой страны могут приобрести только 3 тысячи киловатт-часов в месяц. По стоимости электроэнергии Россия занимает третью строчку, уступая Казахстану и Украине. Средняя стоимость электричества для россиян составила 3,4 рубля за киловатт-час. Больше всего за электроэнергию приходится платить датчанам 22,9 рубля за киловатт-час. В тройку самых стран с самой дорогой электроэнергии входит также Германия и Бельгия. При составлении рейтинга эксперты отметили рост цен на электроэнергию в большинстве страны Европы по сравнению с 2018 годом. Тарифы выросли в 31 стране из 42, зафиксированных в рейтинге. Самый большой рост тарифов произошел в Турции, Белоруссии и Норвегии и составил более 20%. В 9 странах цены снизились. Самое значительное снижение было зафиксировано в Казахстане, Молдавии и Латвии. 18 июня, 19.31. Франция и Италия хотят в ближайшие годы оказаться от угля в электроэнергии. В России рост составил 5,6%. Это примерно соответствует уровню инфляции, отмечается в рейтинге. По оценке экспертов РИА рейтинг, в 2020 году существенных изменений в рейтинге ожидать не стоит. В России тарифы для населения, как и раньше, повысятся 1 июля на 4-5%. При этом, подчеркивают аналитики, можно ожидать и роста заработных плат на таком же уровне. Соответственно, доступность электроэнергии для россиян не должна снизиться. Аналитики отметили, что показатели, приведенные в рейтинге, являются оценкой среднего уровня по стране, которая может существенно отличаться в каждом конкретном случае. Исследование проведено агентством РИА рейтинг по заказу РИА новости. Полночь рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения 2019.